В минувшие выходные в спортивном зале Артёмовского отдела полиции прошёл чемпионат по мини-футболу среди подразделений отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Артёмовскому району. Соревнования были приурочены к 95-й годовщине со дня образования органов внутренних дел Российской Федерации в новейшей истории. Участников, желающих побороться за звание лучших, набралось немало – четыре команды. Стоит отметить, что одна из них была команда ветеранов, которые ведут активный образ жизни. Собравшись в спортзале в назначенное время, команды размялись и началась игра. Пошла! Два! Играем в фото! Поехали! 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 Собираем! Играет музыка. Игра была интересна не только самим участникам, но и болельщикам, пришедшим на неё посмотреть. А по окончании игры все с нетерпением ждали начала новой рабочей недели, когда будут подведены итоги соревнований. Рядовое оперативное совещание для сотрудников полиции стало несколько необычным. Оно началось в церемонии награждения самых активных. По итогам соревнований с результатом 6 очков и победы в личной встрече первое место заняла команда изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в МВД России в Артёмовском районе. В соответствии со статьей 40 8 федерального закона о службе в органах внутренней нидерной Российской Федерации приказываю наградить ценным подарком лет телевизора Мистери МТВ-22.18 РУДА, Капитана полиции Олец Олега Владимировича. Старшего лейтенанта полиции Крюкова Андрея Юрьевича, заместителя начальника изолятора временного содержания, развиваемых и обвиняемых в МВД РУДА, Капитана полиции Ковалева Сергея Владимировича. Преперативного дежурного 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 части, убравшего на стороне дежурственников изолятора командира отделения охраны и конвоирования, подозреваемых и обвиняемых в МВД России в Артёмовском районе. На месте у нас уже Андрей Юрьевич и Сергей Сергеевич по второму призу получают за активное участие в соревнованиях. Праворщика полиции Галерметова, Мшлана Рашидовича, старшего полицейского конвоя, отделения охраны и конвоирования, подозреваемые и обвиняемые в МВД РУДА. Но и на этом приятные сюрпризы не закончились. Начиная с представителей ветеранской организации, сотрудников службы участковых уполномоченных с их профессиональным праздником поздравили их коллеги. Мы вас поздравляем, дорогие участковые, их помощники, желаем вам здоровья, терпения, потому что никакой зарплаты повышенной не оценить ту работу ежедневную. И хотя бы даже у вас, если и выходные, то в эти выходные вы все равно думаете о своей работе. И поэтому вот от, как говорится, от Совета ветеранов, поскольку у вас работало некоторое время Маргарита Сергеевна, и от имени Совета ветеранов, мы вам дарим много блинов с вареньем, маслом и даже может быть там еще что-нибудь есть, я не знаю. Поэтому вот сначала мы дарим. Где у нас начальник участковых? Аплодисменты. Аплодисменты. Участковые спокойны и скромны, хотя у него участок огромный. За целый день не объедешь участок, а происшествия там случаются часто. Освать участковые сможет едва ли. То оба гуси, два гуся пропали. То козлик забрел чужой огород. Чуть что и в полицию звонит народ. Служба в полиции не игрушки. То колобок убежал от старушки. То красная шапочка в лес забрела. И все участковому снова дела. То вдруг сообщают. В лесу под сосенкой построили домики три поросенка. В управе района не справив бумаг, без участкового снова никак. Хочется пожелать вам побольше, наверное, ярких моментов в вашей жизни. Больше выходных надежного семейного тыла. И удачно сложившихся звезд на ваших погонах. Вот жизнь была такая яркая, как вы видите, и мы вас очень... Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к жителям города Артемовского района. И не только. Мы приглашаем на службу в органы внутренних дел. В первую очередь, конечно, мужчин. Годных по состоянию здоровья, имеющих высшее профессиональное образование. На должности участковых уполномоченных дорожно-патрульной службы. Все справки можно узнать по телефону 206-61. Либо обратиться непосредственно в кадровую службу Артемовского ОМВД. Субтитры создавал DimaTorzok